Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нина Грюнова. Сегодня в выпуске. Татарстан в поисках инвесторов в арабских и азиатских странах. Будет ли продлена антикризисная программа субсидирования ставки по ипотеке? В республике дорожает сахарный песок. Татарстан ежедневно привлекает более 2 миллионов долларов инвестиций. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минулина. По ее словам, за прошлый год удалось привлечь более 800 миллионов долларов иностранных инвестиций. А это в полтора раза больше, чем в 2014 году. Среди регионов Поволжья Татарстан занимает первое место по инвестициям в основной капитал. А в России вошел в тройку лидеров. Республика видит особенные перспективы в азиатском направлении. Поэтому ведется работа в Китае, Японии, Корее, Сингапуре, Индии, Малайзии. Налаживаются связи в Израиле. У нас есть определенные сложности работы с Европейским Союзом, с американскими компаниями. Но не все так плохо. Открылся Иран, надо активно работать с Ираном. Огромный потенциал, огромная страна. Арабский рынок очень интересный в нашей поездке. Мы очень много ездим, очень много встречаемся. И это правильная работа. Если даже из десяти выстрелов один выстрел наш попадет, это как венчурный бизнес. Хотя в венчурном бизнесе мы теряем много денег. Здесь нам денег так много не нужно. Нужно терпение, общение. И мы даже не поймем, в какой момент это сработает. Глава республики подчеркнул, что надо работать не только с внешними инвесторами, но и с российскими. Ведь каждое личное подворье, каждое малое предприятие также являются инвесторами. Татарстанские власти просят продлить федеральную программу субсидирования ставки по ипотеке. Напомним, благодаря господдержке у граждан появилась возможность взять ипотеку на льготных условиях под 12% годовых. Это несколько оживило рынок недвижимости. Однако программа завершится уже весной этого года. И если она не будет продлена, то есть вероятность, что первичный рынок недвижимости встанет. Отметим, что сейчас около 40% коммерческого жилья в Татарстане остается невостребованным из-за кризиса. По словам эксперта по ипотечному кредитованию Венеры Евстратовой, чтобы первичка хорошо продавалась, ставки по кредитам на новые квартиры должны быть гораздо ниже ставок на вторичку. Сами застройщики будут придумывать какие-то акции, программы, условия какие-то более льготные для определенных клиентов, может быть. Либо это опять-таки государство предпримет какие-то попытки по развитию. По мнению Евстратовой, власти вряд ли продлят программу льготной ипотеки. Однако на коллегии Минстроя Республики было озвучено, что в правительстве страны сейчас обсуждают пакет мер, которые помогут поддержать жилищное строительство в кризис. В частности, предлагается сохранить ставку по ипотеке для заемщиков на уровне 12%. Кроме того, рекомендуется снизить размер первоначального взноса по ипотеке до 10%. Третье. Создать программы для отдельных категорий граждан по аналогии с военной ипотекой, в результате реализации которых банки могут получить средства от ЦБ по льготной ставке и снизить ставку для заемщиков. По мнению нашего эксперта, директора строительной компании Юлианы Семеновой, власти должны поддержать не только первичный рынок жилья, но и вторичный. Люди, семьи готовы улучшать свое жилищное строительство, перезжать из более маленьких метражей в более крупные метражи. Но для этого им важно продать квартиру. Продать квартиру достойно для того, чтобы можно было докупить метры. Поэтому обязательно нужно господдержку обращать внимание не на только вновь построенное жилье, а именно еще и на вторичку, потому что это тоже вторая волна покупателей, которые сейчас просто не могут продать свое имеющееся жилье. Отметим, что в прошлом году количество ипотечных договоров сократилось на 21%. По данным татарстанского Росреестра, это самый низкий показатель за последние пять лет. В Татарстане продолжают расти цены на сахарный песок. За третью неделю января продукт подорожал еще на 80 копеек. По данным Татарстанстата, с начала года стоимость сахара выросла на 3%. А теперь давайте посмотрим, насколько выросли цены на овощи в республике. Итак, за третью неделю января капуста подорожала на 1,5%, лук на 1,4%, картошка прибавила 1,3%. Стоимость яблок и моркови выросла незначительно на 0,5%. Это были новости экономики. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова